Цветы, которые не радуют глаз. Незаконные лотки с ярким товаром раскинулись по обе стороны от кладбища Песчаная Глинка. При появлении сотрудников администрации и полиции торговцы не слишком тушуются. Имейте право обжаловать наших. Будем обжаловать. Я вам сейчас включаю куртку, и вы все убираете отсюда. Торговлю прекращается. Но торговлю не остановить. Пестрый пластмассовый товар у кладбища расходится быстро. Есть спрос, есть и предложение. А где купить-то? Вот здесь больше негде. Поставьте официальные киоски. Будем официально покупать. А здесь удобно. Вышел и купил. Нисколько не смущает. В общем, короче, сделаем так. Весь пакет документов возьмем и приедем. Улица Кубышева купили. Пожалуйста. И будем там на месте решать. А вы чем еще обычно торгуете? А? Только. Только цветами? Ну, это такой товар тот. Он сейчас нужен, а потом не нужен. Как не нужен? Или всегда выкупите? Он круглый год нужен. Здесь нет? Нет, здесь нет. Только по фразному. У кладбища Рубежная масштаб незаконной торговли вырастает в разы. День у православных особенный, родительский. Все едут навестить могилы близких. Лотки с пестрым товаром раскинулись на много метров, хотя торговля в этом месте вообще запрещена. Стоит в курсе, что здесь незаконная торговля? Держите ручку. А вы почему торгуете? Потому что есть не хочется. На мою пенсию далеко не уедешь. Многих торговцев нарушители проверяющие встречают не первый раз. Очередной протокол, штраф до 4,5 тысяч рублей и снова обещание получить разрешение. Чтобы торговать законно, нужно обратиться в муниципальное предприятие ярмарки Самары, заполнить документы и получить разрешение на специальный участок. Там идет, соответственно, размер палатки определенной, чтобы это был какой-то внешний вид. Соответственно, сразу с этим договором идет сопровождение по уборке территории, а не то, что, допустим, в данном случае мы наблюдаем, люди оторговали, то есть мусор остается, бросили, добросовестно ушли. В рейд по незаконной торговле сотрудники администрации Куйбышевского района выходят регулярно. Чтобы борьба с нарушителями шла эффективнее, необходимо привлекать больше сотрудников полиции, а также автотранспортные предприятия, чтобы сразу увозить нелегальный товар с обочин. Олеся Корецкая, Максим Гусев, События.